Приветствую тебя, дорогой друг, на связи с тобой Олег Антонов, долгожданный античный бархат, авторский. Почему авторский? Потому что здесь я намиксовал, наверное, кроме античного барха Танта Идасовского, тут еще и лучи, Антон Миксовская, еще и, если не ошибаюсь, как называется этот материал, отечественные Берге, Берге. Угонозил битро поработать эти материалы. Ну, по шелкографии там вопрос, лак лаком перламутровым, хорошая краска, так сказать, не черни, то есть можно с нее делать хорошую, так сказать, ну, как модельную массу. Шпаклевки. Ну, сейчас не оберну, идет речь, сейчас о авторском, так сказать, бархате, оксамит, оксамит, то есть это будет так, ну, украинский не так сильно. Оксамитови шпалери, шпалери. И так, оксамитови декоративные шпалери. Авторский я уже пока, наверное, не передам. Ну, не важно, как это было на Украине седьмой. Суть к другу, что вот этот авторский фокус позволяет делать те материалы, которые ближе всего тебе по, ну, как по естеству твоему. Потому что, с чем я столкнулся, когда работаешь на фирмах, в шучках или там с какими-то брендовыми материалами. Все хорошо там. Красивые ведра, красивые салоны, там, приятные менеджеры, так сказать, кофе, чай, капучино. Но, цена материала такая, что там, аж голова кружится. Да, там, кто-то говорит, заказчик платит. Ну, он себя вытянет в крови столько, что мало ли покажет. Ну, сейчас мы говорим о другом, что все это хорошо, но там нужно искать ключ, да, нарабатывать ключик. Вот. И не всегда, скажу честно, не всегда, может, какой-то один материал, какой-то бренд, ну, вот, есть ли никаких брендовых материалов. И в этом брендовом материалов, ну, может, два, три. Все остальные так это подтягиваются уже под общую картину. Ну, когда ты делаешь самостоятельно, пускай ты миксуешь. Никто не говорит, что там с нуля, да, там, брал какие-то ингредиенты, там, ну, мы, если говорим о шелкографии, это, там, пудра, какой-то связующий полимер, там, еще какие-то наполнители. Нет, нет, пока говорится о том, чтобы из уже существующих, да, каких-то декоративных, ну, шелкографиями, да, ты мог иметь представление, как ее можно, ну, модифицировать, да, там, форсировать, форсировать, как еще могу сказать. Потому что не всегда производитель, ну, в частности, лабораторий, да, там, технолог, который работает в лаборатории, он далекий от производства, ну, вернее, от, не то, что от производства, а от нужд, да, там, декораторов. Да, там, приглашает нас, да, мы тестируем, да, условия, так сказать, какие-то там наши пожелания, предложения берут во внимание, да, там, улучшают. Может быть, формулу, да, или свойства этого материала, но могу сказать с уверенностью, что всем, ребята, не угоди, что сделают какой-то средний такой, чтобы мог удовлетворять для большинства, да, но, чтобы сказать там, что он будет удовлетворять именно тебя, ну, не могу там с уверенностью сказать, это, ну, вливаются мастера с ног, ищем те материалы, которые вот соответствовали бы их ожиданиям. Что это за ожидания, да? Понятно, что он должен быть легкий в работе, должно быть хорошее открытое время, ну, если мы говорим о шелкографии, что не должны быть примыкания, то есть, ну, не должны быть видны примыкания, вот, ну, и другие, там, моменты, которые там... то вот авторские, когда вы их миксуете, вы можете взять, как я вот здесь сделал, да, там, три брендовых материала, три, да, и смешал, сделал свой личный один, ну, вернее, с них всех трех дел, один материал, так сказать, авторский. Авторский, 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 это сказать, античный маршрут. Что здесь он представляет собой, да, уже сказал, да, уже знакомые тебе шарики микроскопические, ну, шарики, да, но эти шарики, они улучшают на порядок свойства шарикографии. Если ты видишь, мы работали с гель-патиной, так вот, получается, это, вот, похоже, гель, только триламутровая патина, да, вот так можно ее взять. За счет вот этих шариков, получается, мы уложим материал, у нас нигде нету никаких, ну, думаю так, залысин, ну, потому что материал, получается, за счет того, что шарики дают маячки, они у нас, ну, в области, в самом, ну, в лучшем виде. Второй момент. Насчет примыкания. Тоже, там, никаких вопросов. То есть, материал чуть положил, растянул, все же, шарики настолько, вот эти микросферы настолько мелкие, вот, например, представьте, что тот перламутр, да, ту слюду, которую берут для шелкографии, для декоративных красок, она 60 микрон. Шарики у нас от 70 до 110 микрон. То есть, практически, шарики у нас переходят чуть, ну, очень, ну, там, небольшая ступенька, и за счет этого, ну, получается, очень, очень классное ощущение. Плюс, что еще? Шпатель, да, по ним ходит, по вот этим шарикам, то есть, они, вроде как, такая смазочка, они катаются по шпателям. Я, вон, для себя открыл, там, пластиковой шпаткой, по-новому. То есть, здесь я, например, не, не, ну, не делал, ну, будем говорить так, византиечку, а византиечку сделал легкую, александричку сделал на гель-патине, на подложке. И уже, здесь мне нет необходимости его, так сказать, крутить, здесь моя, только, ну, моя, только нарисовать, отрисовать шелкографию. Вот этот вот кривил поймает в момент, когда мне нужно его поднять, вот этот вот, 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 да, как образно говорит, поднять вот эти вот частички слюды, так сказать, под разными углами. Заметил, что это где-то в районе, там, ну, минуты, то есть, 30 секунд, уже можно начинать уже, уже бархатить. Раньше, так сказать, нет смысла. Еще раз, да, отмечу, что подложка, ну, по-моему, гель-патина, что она дает, какие плюсы у нее перед, перед покраской. Уже сказал, да, что уже мы закладываем рисунок, и когда мы рисуем, вернее, когда мы накладываем шелкографию, у нас нет необходимости, ну, такого количества материала ложить на стену, чтобы им рисовать. То есть, это кейроскод, материал сумасшедший, вот, цена квадратного метра возрастает многократно. Вот, потом вы ждете там какое-то время, пока он будет готов к шелкографии. Здесь же, получается, у нас гель-патина берет влагу, и у нас, буквально через 30 секунд, уже, там, минута, у нас уже есть возможность его рисовать. Рисуем, ну, вот, чем мне понравился все данное вооружение сегодня. Не металлический, а пластиковый шпателечек. Шпателечек. Ну, получается, рука не устает. Раз, он такой легкий, еще в этот момент. Он не снимает лишнего, когда бархатит. То есть, получается, он идет такой, ну, по верхушкам. Ну, в общем, получается, очень интересный эффект. Мне, так сказать, очень понравился. Поэтому и вам рекомендуем. По пропорциям вот этого авторского... Я надеюсь, я еще сниму отдельное видео, когда буду делать спальню. То, что там, ну, так, двух словах по пропорциям. Ну, я не думаю, что ты будешь сам искать, ну, три глядовых материала и смешивать их. Я уже просто, исходя из того, что у меня было материал, так сказать, потому что он не может лежать бесконечно долго, его нужно вырабатывать. Поэтому... У меня был античный бархат, был мокрый шелк, был мокрый шелк, был мокрый шелк. А тебе просто скажу по поводу самого, ну, самого вот этого решения шарики. Вот это микроскопическое, это просто бомба. И второй момент вот с гель-патиной на подложку. Тоже практически с первого раза. Вот на той стенке я уже там закончил упражняться. Вот получается вот такой вот интересный фокус. Сейчас я попробую там поиграть с тенью. То есть получается, чем хорош вот эти шарики получаются, кроме то, что получается шелкографии, у нас еще получается такой вроде как 3D что ли эффект. Получается еще вот здесь хорошо. Может он камера так передаст его, нет? Такой вроде как еще и глубина рисунка. Ну, в общем, по всем падежам... Вот здесь еще надо показать вот эту стеночку. По всем падежам, так сказать, она очень, очень и очень эффектно смотрится. Поэтому, почему я это могу порекомендовать с уверенностью вот это вот, может быть так, для моего открытия. Ну, как, не то, что моего открыть. Это громко сказано. Вот. Но, во всяком случае, для себя я, да, для себя я открыл вот, чтоб, ну, микросферы в таком качестве. Очень, очень, очень интересно. Поэтому тебе рекомендую. По пропорции, вот как я чувствую, что если, как я буду делать, ну, могу говорить так, хочу сделать, самостоятельно взять пудру, заказать, взять связующие, взять эти шарики, взять еще определенных, определенных ингредиентов и сделать уже, будем говорить так, авторскую шелкографию, или античный бархат уже со своих ингредиентов. Вот это будет, наверное, для тебя гораздо интересней. Вот. А ты, ну, пока, ну, в процессе, то есть попробуй найди в интернете ту фирму, которая, так сказать, торгует этими сферами, микросферами. То есть это, это Германия, это не наш материал, это буржуйский, германский. Вот. Я могу дать ссылку на, как, ну, как название этого материала. А уже, может быть, вы уже там на месте, вы уже можете определиться, что это за, ну, где вы можете его достать. Вот. Для Украины, то есть там вообще вопросов нет. Это если там ближние дания зарубежные. Вот это, может быть, так, вопрос. Но если это Германия, то тоже, я думаю, они уже не будут стоять вопрос слишком остро. Вот. По количеству, ну, могу сказать, что вот на килограмм, ну, где-то до ста грамм этих шариков, ну, микросфер. Вот. Вот так, если берем, да, там, литры связующего, да, полимера, там, ну, пускай, пол, 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 полкило или двести пятьдесят, ну, пускай, до трехсот грамм полимера, ну, пускай, до трехсот грамм самой пудры, да, и вот там до ста грамм шариков. Вот так, в таком соотношении. Сто, например, там, ну, триста-четыреста, до пятьсот, да, там, и там тысячу, а, само полимер. Вот такая вот будет в таком соотношении. Ну, и опять-таки плюс еще будут, конечно, там еще какие-то будут, ну, нюансы, которых я еще поведаю тебе, ну, будем говорить, по ходу. Поэтому не приезжайте с тобой сейчас со мной. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok